О санкциях против Дерипаски и активности «Русала» в крае. В начале следующего года, точнее в январе, будут сняты. И по счастью, самые такие драматичные ожидания не оправдались. И последствия, безусловно, сказались на работе предприятия. И отчасти сказались в отрицательном направлении на финансовых поступлениях от компании группы «Русала». Но чего-то такого совсем крайнего, типа остановки завода, не произошло. И это, безусловно, позитивный эффект. Сегодня компании принадлежит целый ряд ведущих структур. Это и «Русал», это и «Богучанский алюминиевый завод», это часть, соответственно, аэропорта, это «ГЭС», это «Ачинский клиноземный комбинат». Те трудности, с которыми столкнулась компания, на мой взгляд, будут подталкивать ее еще более активным присутствием в Красноярском крае, прежде всего за счет развития так называемой технологической долины. Про выборы. Сама конкурентная борьба становится более цивилизованной, связанной с пониманием того, что после выборов будет жизнь, и все мы должны ходить по одним и тем же улицам, смотреть друг другу в глаза. Про финансы. На финише года прошлого, 2017-го, было принято решение Конституционного суда, которое стало неожиданностью для нас и потребовало дополнительных 9 миллиардов рублей, применительно к так называемому МРОДу. Тем не менее, мы действовали предельно аккуратно, и финансовая система края оказалась не разбалансированной. В итоге, сегодня мы выходим на сокращение планового дефицита практически в три раза. Об универсиаде и спортивных объектах. Все 34 объекта универсиады сегодня готовы к приему гостей. Хочу заметить, что это дело в основном самих красноярцев. Многие из этих объектов являются не просто добротными, они являются по-настоящему уникальными, и более того, несколько из них лучшими в своем классе в мире в целом. Я имею в виду, прежде всего, это дворец спорта «Енисей» для нашей легендарной команды. Думаю, что все из вас там уже побывали. Или спортивный комплекс «Фристайл». Шесть трасс «Фристайла» на одном склоне нет нигде в мире. О медицине и стажировке наших медиков за границей. Вложение в людей, красноярцев, особенно в квалифицированных, перспективных специалистов, это очень выгодное для всех нас дело. Врачи в первую очередь, ну, наверное, это же можно практиковать и по другим специалистам. Ну, о том, вернуться или не вернуться, уверен, что все-таки мы найдем среди хороших специалистов достаточное количество патриотов Красноярского края. О личном. Что касается рюмка или бокал чего, я в этом отношении человек универсальный, но все-таки без традиционного шампанского не обойтись. В коньяках и виски не особо понимаю, скажу вам откровенно. А когда речь идет о вине, где надо не ударить грязь лицом, я просто ориентируюсь по цене.